10, 20 и даже 100 лет назад профессия врача всегда была и остается незаменимой. А сейчас в условиях пандемии люди в белых халатах и вовсе стали национальными героями. Как и большинство других докторов, Светлана Покровская в своей работе героизма не замечает. Говорит, делает то, что велит ей сердце. Владислав Александрович правильно сказал. В самом начале был страх. А потом мы поняли, что это просто наша работа. Просто работаю врачом. Я делаю то, что я умею, то, на что я училась. За долгие месяцы пандемии системе здравоохранения в городском округе удалось достичь существенных преобразований. В Химках возводили госпитали для тяжелобольных пациентов с COVID-19, перепрофилировали больницы. Мы с вами, помните, по Коркинскому шоссе 11 шли, вы меня спросили, а ты веришь, что его можно отремонтировать за 10 дней? Нет. Ну, увидишь. Дмитрий Владимирович, я такого реально не видел. Чтобы полностью отдавшись себя, вы переоборудовали, перепрофилировали здравоохранение. Огромное спасибо от всех нас. За преданность профессии и высокие результаты в работе химкинских врачей удостоили государственных наград – ордена Пирогова и медали Луки Крымского. Глава городского округа Дмитрий Волошин поздравил медиков с наступающим Новым годом и поблагодарил за то, что каждый день они бесстрашно смотрят в глаза смертельной опасности. Ваш труд не оценим. Мы с вами работаем бок о бок уже два года, достаточно тесно, плотно. Но я думаю, что сейчас расслабляться нам не нужно никому. Понимать, что впереди нам предстоит еще большая работа. Я считаю медицину приоритетом. Я думаю, вы это все прекрасно знаете, понимаете. И везде мы об этом говорим, что качество жизни человека начинается с медицины. Как бы ни было, здоровье все-таки самое важное для нас всех. Примите мои слова благодарности от меня, от всей администрации города, от всей бюджетной сферы. Помимо государственных наград, медикам вручили благодарственные письма Министерства здравоохранения Московской области. Субтитры создавал DimaTorzok